Ну, я думаю, что это правительство в отставку добровольно не подаст. Они почувствовали... Ну, правительство может власть отправить в отставку. Они почувствовали, что это доходная ситуация, в которой они оказались. И я не знаю, хватит ли сегодня у оппозиции сил для того, чтобы отправить в отставку данное правительство и проводить досрочные выборы. Но я думаю, что без этого, из этой ситуации катастрофической нам не выйти. Но, господин Урьян, и власть может, и парламент может действующее парламентское большинство отправить в отставку правительства? Значит, я говорил как-то у вас, что Майя Санду в последнее время подправила свою риторику по сравнению с членами правительства и главой правительства. Но я еще раз хочу сказать, что, Майя Григорьевна, в конце концов, вы останетесь сами одна с этой оппозицией. Потому что правительство у вас не на уровне, если вы хотите укрепить свою, не то что власть, а позицию в обществе, отправляйте потихонечку никчемных министров в отставку по одному. Нет министра экономики, нет министра сельского хозяйства, нет других министров, не хочу их перечислять. Где наше здравоохранение? А есть там кадровый резерв в этой команде власти вообще? Значит, пришла пора брать людей не по цвету глаз или особо приближенных по родственным связям и так далее, а надо брать уже специалистов по принципу, как, скажем, пример министр Китая Дэн Саопин. Я еще раз повторюсь, что он говорил о том, что мне безразлично, какого цвета кошка, главное, чтобы она мышей ловила. Но я смотрю, что в нашем правительстве мыши бегают открыто уже по всем коридорам. Их не ловят. Спасибо.